Здравствуйте, друзья! Сегодня долгожданная рубрика «Спасем водоем». Субтитры создавал DimaTorzok За моей спиной пруд чуть более 10 соток площадью по зеркалу воды. Мы коротко расскажем о том, как мы его реабилитировали, что мы сделали, какие вносили биопрепараты. Поясним, для чего мы это делали. Прошло 2 года. Хочу сказать, что сейчас та рыба, которую мы запустили, а мы запустили сюда, по-моему, около 8 видов рыб. Все живут, здравствуют. Карпы, сазаны выросли уже, наверное, до 700-600 грамм. Мы запускали мальков, есть карась, по-моему, вьюн, осетровые. У нас погибла только форель. Мы протестово запускали на зиму, но сломался компрессор, и пруд полностью был закрыт льдом. Две форели погибло, одна осталась жива. Но летом, когда вода прогрелась, и форель погибла в жаркую погоду. Остальные рыбы у нас живут. Что мы будем делать? Мы сегодня вносим AlgoTech Split и будем вносить хлореллу. Если кому интересно, что за производитель, пишите в комментариях, мы ответим. Нам предоставили это все бесплатно. Будем вносить этот пруд, сам производитель. Мы потом, через 2 недели, через 3, возьмем воду на анализ. Но сейчас мы взяли температуру кислород. Температура около 20 градусов по Цельсию. Кислорода 9, чуть больше 9 миллиграмм. 100% растворения. И нет термоклина. Раньше был термоклин. Это приводит к деградации пруда. Почему это происходит, в ролике мы расскажем в этом. Сейчас термоклина нет. Температура на дне 19,3, на поверхности 19,8 градусов по Цельсию. Кислород и 100%, и в донных слоях, и в верхних слоях. Это хорошо. Поэтому рыба чувствует себя хорошо. И для дополнительной лучшей биологии пруда мы вносим биопрепарат. Это донные микроорганизмы, это ферменты. В общем, этот препарат помогает очищать пруд от иловых отложений. И также мы вносим хлореллу. Хлорелла, я говорил, кстати, о хлореле. Недостаточно изученный пока как бы предмет. Но хлорелла это одноклеточная водоросль, растение одноклеточное, которое вытесняет цианобактерии, фотосинтезирующие бактерии. И у нее другая динамика потребления и выработки кислорода. Меньше заморных явлений происходит с утра. И она очищает воду пруда и дополнительно стимулирует развитие зоопланктона. Зоопланктон больше любит растения одноклеточные, нежели фотосинтезирующие бактерии. Стимулирует развитие зоопланктона. Но, повторюсь, данных по изучению этого предмета недостаточно. Мы на своей практике просто поняли, что в прудах, где рыба чувствовала плохо, при внесении хлорелла он чувствовал себя лучше. Пруд при этом не всегда становится прозрачным. Это зависит от количества рыб, от многих факторов, от развития зоопланктона. Иногда приводит к прозрачному состоянию, иногда пруд остается зеленым. Но в любом случае это улучшает экологию пруда. Подробнее в ролике расскажем. А сейчас мы внесем Альготек Сплит препарат и внесем хлореллу. Повторюсь, если кому интересно, напишите в комментариях запроса ставьте. Я оставлю координаты. Да, и с Литезоанонсами мы поймаем рыбу, надеюсь, в этом году и отвезем на анализ. В итоге рыбу можно кушать или нет. Есть ли какие-то там накопления вредных веществ. Или рыбу можно употреблять в пищу. Ну что ж, а сейчас я это все вношу. Так, друзья, ну что, внесение это очень простой процесс. Вот взболтали, там мало ли осадочек какой-то. Все-таки питательная среда какая-то есть, на чем сидят бактерии. И вносим... О, товарищ, так. Ну ты по ногам топчешься, может, мощные у него лапы. Аж отдавил мне. Ну вот я внес в этой части, и остальную часть я равномерно по берегу разолью. И одну банку мы оставляем через две недельки, повторить процедуру, и еще через две недельки. Ну что ж, следите за анонсами. Мы строим пруды правильно, и я традиционно, друзья, желаю всем добра.